МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире Азов.Инфо в студии Герман Токарев. Напоминаю, в нашей студии работает прямая телефонная линия. Звоните и сообщайте свои вопросы по телефону 615-54. А пока анонс программы. В данный момент я вам еще раз повторюсь, что африканская чума свиней не лечится. Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в Ростовской области. Новый искусственный газон будет несколько отличаться характеристиками. Во-первых, он будет права немножко ниже, что ускоряет процесс игры сам по себе. Замена искусственного покрытия на центральном стадионе города. Школьник либо пенсионер пополняет счет этой карты и при входе в автобус он оплачивает. Льготы для проезда школьников в общественном транспорте пока не предусмотрены в Азове. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выпуск новостей только начался. У нас уже есть телефонный звонок. Добрый вечер. Говорите вы в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый. Меня зовут Светлана. Очень приятно. У меня вот такое, как бы сначала предисловие, а потом вопрос. Сегодня на рынке, находящейся на автовокзале, меня пытались наглым образом обвесить. Когда я сделала замечание, меня облаяли, можно так сказать, оскорбили и дали понять, что все торгаши, находящиеся на этом рынке, они хозяева положения. Вопрос. Кому относится этот рынок? И когда наведут там порядок? Или у нас в Азове разрешено людей обманывать и оскорблять граждан Российской Федерации? А вы в полицию не пробовали обращаться? Нет, сегодня в полицию я не обращалась, потому что мне стало очень плохо. Я сразу ретировалась домой. Я легла напивать успокоительных и легла отдыхать. Но ваша передача, я ее уважаю, смотрю каждый вечер. Я надеюсь, вы разберетесь в этом вопросе. Спасибо большое за ваш вопрос. Постараемся вам помочь. Спасибо. До свидания. До свидания. Сегодня в администрации Азовского района состоялось совещание, посвященное вспышке африканской чумы свиней. Надо отметить, что зафиксирована она в Морозовском районе Ростовской области. Тем не менее, расслабляться не стоит, отметил главный ветеринарный врач Азовского района Михаил Драла. Профилактика и соблюдение всех мер предосторожности куда лучше устранение последствий. В Морозовском районе Ростовской области были обнаружены трупы животных, а именно свиней, причиной смерти которых, как впоследствии было выяснено, стала африканская чума. Правоохранительными органами в тот же день был найден хозяин этих животных, им оказался житель города Морозовска. В настоящее время Морозовск и несколько близлежащих населенных пунктов находятся в зоне карантина. Здесь проводятся санитарные мероприятия, в том числе идет отчуждение всего поголовья восприимчивых животных. Независимо, это свиньи домашние, свиньи вьетнамские или какие-то другие свиньи, вплоть до каких-то декоративных, потому что африканская чума свиней, как мы знаем, на других животных не распространяется, но все свинопоголовье болеет и довольно-таки серьезное инфицирование, процент инфицирования идет, до 100% подержа. Главный ветеринарный врач Азовского района Михаил Драла обратился к главам сельских поселений с просьбой проведения профилактических осмотров частных фермерских хозяйств в рамках их полномочий. Объяснить, рассказывать, проводить все-таки исходы граждан, разъяснительную работу, вы проводите ее в рамках выборов, еще что-то, можно ее туда и добавлять и работу по профилактике вот этих заболеваний, африканской чумы свиней в том числе. В данный момент, я вам еще раз повторюсь, что африканская чума свиней не лечится и не вакцинируется, только профилактика. Правило, что для предприятий, мы здесь озвучивали, что на территории Азовского района была вспышка на большом предприятии, что для частного сектора они примерно одинаковые. Это закрытый режим, безвыгольное содержание, переодевание, проведение дезинфекций, те же там дисковрики, то есть меры профилактики и недопущения. Помимо африканской чумы свиней, животным может угрожать и надулярный дерматит, и птичий грипп, и другие серьезные заболевания. Надо отметить, что на сегодняшний день наиболее надежным средством от большинства заболеваний может служить вакцинация. Данные инъекции сейчас можно сделать как в ветлечебнице, так и на дому, вызвав для этого ветеринарного врача. Если же время было упущено и начался падеж домашних животных, выявить причину поможет Азовская ветеринарная лаборатория. В этом году она вышла на новый уровень, а именно получила аккредитацию, позволяющую расширить спектр работ и проводить более сложные исследования. Значит, лаборатория проводит исследования всех пищевых продуктов на качество безопасности. Это и мясо, и мясная продукция, это молоко, молочная продукция, рыборубная продукция, это яйцо, мед, это овощи, корма различные, салаты, кулинарные изделия, кондитерские изделия. Как видите, очень большой, обширный круг исследования. Помимо исследования пищевой продукции, у нас проводятся еще диагностические исследования на все виды заболеваний. Исследуются также пчелы и рыбонапаразитологию. Штат сотрудников лаборатории 10 человек. Все они постоянно проходят повышение квалификации, как в учебных центрах, так и на местах. Мы работаем компетентно, беспристрастно. У нас практически постоянные клиенты, заказчики. То есть это и рыбоперерабатывающие предприятия, и рыбодобывающие предприятия, предприятия, которые изготавливают мясную продукцию. И физические лица, частные лица, которые реализуют свою продукцию на колхозных рынках. В общем, продукция всевозможная. Надо отметить, что Азов входит в пятерку лидеров среди малогородов области, а это шахты Морозовск, Таганрог и Сальск, где работает лаборатория подобного уровня. Мы имеем право обслуживать общепиты, сырье животного происхождения, проводить радиологические исследования, проводить химические, бактериологические исследования. В целом, это проведена большая работа всего коллектива, лаборатории, ну и результаты. То есть мы сегодня находимся на довольно-таки высоком и современном уровне. Имеем все необходимые разрешения на ведение этой работы. Екатерина Четверякова, Александр Истомин, Азов.Инфо. И у нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Алло, добрый вечер. Добрый вечер, это мне? Кто? Это мне вы звоните? Да, 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 это вы нам позвонили. Ага, спасибо. Вопрос вам? Да, 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 задавайте вопрос. Мы живем в дом Мурманиц. Мурманиц 11. Вы слышите? Да, да, да. У нас в первом подъезде, от первого подъезда, вот я-то восьмом подъезде живу, вот от торца три огромных сушняка. Сухая древесина. Она уже в корневой системе, уже труха одна. Я вот просто маленькая пошатала, вот это вот, и то я могу это. Но при ветре может случиться трагедия. Там и больница рядом, и магнит тут рядом, и колясками, и больные, и машины. Уже куда я не жаловалась, сушняки эти стоят, ждут трагедии. Кого-нибудь оно убьет и насмерть убьет, когда ветер будет. Хорошо, а вопрос ваш в чем? Вопрос ваш в чем? Я хотела бы, чтобы посодействовали, как-то убрать их. Я сказала председателю. Она говорит, это не наша территория. Я говорю, как не наша территория, когда там 90 сантиметров от стены. Пусть метр десять. Это наша территория. Убьет кого-нибудь, говорю. Вы что, ждете трагедии? Хорошо, спасибо большое. Мы поняли ваш вопрос. Постараемся в ближайших выпусках дать ответ. Пожалуйста, до свидания. До конца этого года в Азове на футбольном поле стадиона «Сшор» номер 9 появится новое искусственное покрытие, которое в скором времени доставят из Голландии. Подробности в следующем сюжете. По словам директора спортивной школы номер 9 Алексея Новикова, прежнее покрытие прослужило 10 лет. При сроке гарантийной эксплуатации 7 лет. И утратило свои основные качества. Это осложняло работу футболистов. Министерство спорта, министр решили вопрос по замене этого футбольного поля на новый искусственный газон. Новый искусственный газон будет несколько отличаться характеристиками. Во-первых, он будет, трава немножко ниже, что ускоряет процесс игры сам по себе. Мяч не вязнет. И второе, самое главное преимущество этой травы – при падении на нее не будет эффекта обожженной кожи. Это вот такие свойства искусственного волокна. Покрытие произведено в Голландии. Согласно договору с фирмой-поставщиком и подрядчиком, работы по монтажу нового поля должны быть окончены 31 декабря. Но я надеюсь, что буквально в течение месяца погода нам будет благоприятствовать и мы спокойно заменим на новое. Сейчас на стадионе ведутся демонтажные работы. Старое покрытие полностью скатано в рулоны. Мы вывезли часть на нашу водно-спортивную базу «Якорь», где сделаем мини-футбольное поле для подготовительных занятий наших водных видов спорта. Ну и, естественно, летом будем приводить туда и наши футбольные группы для тренировок возле воды. Вторая часть покрытия мы постелим на нашей арендованной базе. Это ДК Ильича, Ленина 107. Там сейчас 20 на 40 мини-футбольная площадка с тартановым покрытием, которое очень старое, еще прошлого века. Кроме этого, часть покрытия планируется использовать на хоккейной базе в селе Кулешовке. Общая цена контракта с учетом стоимости материала демонтажных и монтажных работ составляет около 17 миллионов рублей. Татьяна Ивашенко, Юрий Друзякин, Азов.Инфо. Мы примем еще один телефонный звонок и после чего уйдем на рекламу. Добрый вечер. Алло. Да, мы вас слышим, говорите. Алло. Да, да, вас слышно. Вы слышите нас? Говорю. Говорю. Задавайте ваш вопрос. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. У меня... Алло. Да, да, мы слышим вас. Мы слышим вас. Извините. Я... А, пожалуйста... Извините, отойдите, пожалуйста, подальше немного от своего телевизора. Да, да, да. Дни 10 тому назад я задавал вопрос о Мичуринце-3, который сейчас находится, ну, в непонятном состоянии банкротства. Там у нас временный управляющий, который совершенно ничем не занимается. Это... Мичуринце-3, это большое... Ну, общество. Да, да. Там много живут людей. Ну, наверное, администрация, правоохранительные органы знают, что там проворовался бывший председатель... Ворона там был, последний. Его, ну, или не нашли, или не привлекли к ответственности. И теперь висит на нас долг. И никто этот вопрос не решает ни в какую сторону. Хорошо. То есть... Ну, мы... Какая судьба этого Мичуринца? Мы поняли. Хорошо, спасибо большое за ваш вопрос. Постараемся на него ответить в ближайших эфирах. Спасибо большое. До свидания. Мы вернемся в студию после короткой рекламы. Не переключайтесь. Большая распродажа. Шубы, дубленки. 21 и 22 октября. Город Азот. Детский дом творчества. Еще больше хорошей мебели в новом магазине «Мебель для вас» в поселке Овощном. Великолепные экземпляры мебели от лучших производителей. Мягкая и корпусная. С подбором обивки и размеров. В комплекте и по частям. Новый мебельный магазин в поселке Овощном. И уже хорошо знакомый всем в Азове магазин на пересечении Маяковского и Ленина. Мебель для вас. Прийти и выбрать. В Ростове для школьников установлен льготный проезд в общественном транспорте. Возможно ли применить этот опыт в нашем городе? Такой вопрос прозвучал в прямом эфире программы «Азов.Инфо». В Ростове эта система работает порядка уже 8 лет. И эта система принята Думой города Ростова. Согласно постановлению этой льготой пользуются школьники и пенсионеры. Социальная карта, которая стоит 57 рублей, ее может приобрести любой пенсионер в пенсионном фонде. Либо школьник, выдаются в школе. Как она работает? В каждом автобусе стоят приборы, которые называются валидаторы. То есть школьник, либо пенсионер пополняют счет этой карты. И при входе в автобус он оплачивает 50%. А 50% переводчик получает из бюджета города Ростова-на-Дону. Что касается ответа на вторую часть вопроса, возможно ли в «Азове» ввести льготы для школьников, мы адресовали его депутату Азовской городской думы Алексею Ковалеву, который является членом постоянной комиссии по развитию дорожного хозяйства и транспорту. Алексей Викторович пообещал вынести данный вопрос на обсуждение в Думе. И у нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Так. Когда у нас будет работать кабинет в ЦГБ лучевой терапии, почему он не работает? Кто должен ответить нам? Спасибо большое, обязательно выясним. Спасибо. До свидания. До свидания. Сегодня в редакцию поступила жалоба от жителя дома по улице Кандаурова, 40. Азовчанин, пожелавший остаться инкогнито, выразил недовольство работой котельной, обеспечивающей теплом его дом. Это котельная жилищно-строительного кооператива «Дон». Проблема заключается в том, что при нынешней благоприятной температуре воздуха в квартире настолько тепло, что диспетчерам котельной стоило бы и снизить температурный режим. Однако на его просьбу об этом сотрудники котельной ответили отказом, объяснив, что подавать теплоноситель не ниже 40 градусов – требование предприятия теплосетей. Сегодня заместитель генерального директора теплосетей, депутат Государственной думы Станислав Потаков разбирался в этом вопросе. Как сообщила Станиславу старшая по дому номер 40, откуда поступила жалоба, никаких претензий по температурному режиму в квартирах нет. Все вопросы решены. Если возникнут новые жалобы, просьба незамедлительно обращаться к руководителю домового комитета. Сегодня в Азове перекрыто движение по переулку Полина Осипенко в створе улиц Мира и Ленина. И по улице Пушкинской на участке от переулка Степнова до переулка Олега Кашевого. Это связано с ремонтом ливневой канализации. На период аварийных работ движение всех видов транспорта на ранее обозначенных участках улицы Пушкинская и переулка Осипенко будет приостановлено. Обращаем внимание пассажиров городского маршрута номер 3, что ограничение проезда движения автобусов будет осуществляться по переулку Степному. Владельцам личного транспорта также следует обратить внимание на действующие ограничения в движении и продумать путь перемещения. И это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Дешевая аптека». Мы заботимся о вашем здоровье. А я прощаюсь с вами и напоминаю, что в нашей студии работает прямая телефонная линия для телезрителей. Мы ждем звонков в прямом эфире программы «Азов.Инфо». Вы можете задавать волнующие вас вопросы по телефону 6 15 54 с 19 до 19 20. Наиболее интересные и злободневные темы мы осветим в выпусках новостей и постараемся помочь в их решении. Будем делать новости вместе. Всего вам хорошего и до свидания. Главный принцип дешевой аптеки – продадим всегда дешевле, если назовете цену конкурента. Если вы все же найдете место, где нужный вам препарат стоит дешевле, вам сделают скидку. У нас вы получите минимальную цену в городе. Дешевая аптека – это всегда большой выбор препаратов по низким ценам. Ведь ваше здоровье – наша забота. Мы работаем с 7 утра до 9 вечера. По адресам город Азов, улица Привокзальная 23 и Московская 76. 19 октября облачно. Температура днем плюс 17-19, ночью плюс 7-9. Ветер западный 5 метров в секунду. Влажность воздуха 76%. Уровень воды в реке Дон на 36 сантиметров выше нормы. Температура воды в реке плюс 9 градусов. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Гомофон в норме. Редактор субтитров А.Семкин